Человек, который задает вопрос, живет на Дальнем Востоке, с Китаем разделяет только река Амур. Очень интересно ваше мнение по поводу того, чем Дальний Восток, учитывая притязания со стороны Китая. Вижу, как ведут они себя по-хозяйски на нашей земле. В условиях ослабевания России во всех отношениях страшно. Подскажите, как изучить реальную, ну, видимо, историю Дальнего Востока. Значит, смотрите, Дальний Восток, в широком смысле слова, не только Приморский край, не только Хабаровский край. Значит, это территория российской оккупации, которая началась полностью в 17 веке, началась оккупация Сибири. Все разговоры о том, что Россия никого не оккупировала, ничего не захватывала. Ну, слушайте, просто погуглите такие имена, как Ермак, покорение Сибири и так далее. Очень интересный эпизод российской истории, который мало освещается, это знаменитые русско-чикотские войны, в которых Россия, российские казаки, российские войска оккупационные потерпели поражение. Мало кто знает, что русские не смогли завоевать чукчи. Чукчи, облаченные в свои странные доспехи, там, костяные, они одержали победу, вооруженные луком и стрелами, одержали победу над вооруженными, значит, огнестрельным оружием, пусками, пушками и, значит, пищалями российскими оккупантами. Чукчи побеждали, и россиянам не удалось победить чукчи. И в конечном итоге российские оккупационные войска перешагнули Чукотку и пошли дальше захватывать Америку, захватывать Аляску. Дальше мы уже говорим непосредственно о Дальнем Востоке в узком смысле этого слова. То есть, это середина 17 века, Хабаров, который из Якутска, он раньше был, это Якутск был образован в 1632 году. И вот из Якутска Хабаров совершил экспедицию на Амур, где он столкнулся с народами, которые платили дань Цинской империи, то есть Китаю. И вот, значит, это были люди, народы, племена, которые находились в китайском подданстве. И Хабаров, значит, вот он пытаясь захватить эти территории, населенные этими племенами, которые, по сути дела, были китайскими подданными, еще раз подчеркиваю, это была российская оккупация. Вот Хабаров, это времена царя Алексея Михайловича, он пытался оккупировать племена, жившие вдоль Амура, в результате чего эти племена обратились за защитой к цинским властям, и в конечном итоге, так сказать, цинские власти смогли оказать им помощь и отбросить оккупационные войска России в лице Хабарова. Но очень повезло тогда России, потому что тогда империя Цин в 1840 году, через какое-то время, почти через несколько десятилетий после этого, оказалась втянута в то, что называлась тогда Первая Окменная война, но и сейчас это так называется, и то, что империя Цин тогда сражалась против объединенных сил Англии и Франции, ослабила эту империю, и в результате императорам было уже не до Амура, в результате чего Российская империя активно приняла участие в разделе «На глазах слабеющей империи Цин». То есть это вот такая история. Китай на сегодняшний момент, ну надо просто зафиксировать то, что в китайском восприятии истории выглядит все таким образом, что вся Сибирь, включая Западную, вплоть до Томской области, это временно утерянные китайские территории. В книжных магазинах Китая можно увидеть карты, пособия, в которых показаны российские территории, включая Приморье, Сахалин, Восточную Сибирь, как принадлежащие Китаю, еще со времен первой династии Цин, третий век до нашей эры. Это национальный архетип. Это то, что в китайском массовом сознании существует прочно, это существует в политическом сознании Китая, в том числе и руководство Китая. Надо отдавать себе в этом отчет. И об этом говорил еще Мао Цзэдун, что Россия захватила слишком много земель. То, что, значит, вот этот счет, имея в виду и все, что к востоку от Байкала, включая Хабаровск и Владивосток, и Камчатку. И Мао Цзэдун говорил, что этот счет не погашен, что мы еще не рассчитались с вами по этому счету и так далее. То есть, я не помню сейчас точную цифру, но где-то порядка полутора миллионов квадратных километров, по мнению Мао Цзэдуна, Россия должна отдать, вернуть Китаю. Это вот одна сторона вопроса, что касается, чей Дальний Восток. Вторая сторона вопроса, это то, что был период, когда вот эти вот земли, оставаясь под властью, так сказать, русского населения, начали совершать вот автономизацию. То есть, начало 20-х годов существовало с центром в Владивостоке Украинская Дальневосточная Республика. В 18-м году Дальний Восток входил в состав независимой Сибирской Республики. Там была Забайкальская Республика. Значит, в период начала 20-х годов существовала независимая Дальневосточная Республика, которая включала в себя и Приморье, и Камчатку, Хабаровский край. И, ну вот, кроме, пожалуй, Якутии. Это была вот независимая Дальневосточная Республика. То есть, был и такой период в истории Дальнего Востока. Независимости и от Российской империи, от Советского Союза, и от, ну, от Советской России, я имею в виду, Советского Союза тогда еще не было, и от Китая. Поэтому на вопрос, чей Дальний Восток, уважаемый коллега, я хочу ответить так. Юридически, конечно, Дальний Восток – часть Российской Федерации. Здесь сомнений нет. По международному праву он является частью Российской Федерации. Дальше, что произойдет в результате поражения России в войне? В результате возможного, еще раз подчеркиваю, необязательного, но возможного, так сказать, наступления смуты, гражданской войны и распада России, сказать сложно. Возможно, что Китай уже не просто вспомнит, он никогда не забывал, он уже, так сказать, актуализирует свои вот эти карты, свои долгие, так сказать, мечты и намерения вернуть эти полтора миллиона квадратных километров и предпримет какие-то действия для того, чтобы это реализовать. Возможно, вам, как жителям дальневосточных территорий, удастся, так сказать, воссоздать какие-то версии дальневосточных республик. Это зависит от огромного количества обстоятельств. История – открытый процесс. И этот открытый процесс, то есть это не одноколейка, которая идет из прошлого в будущее. И основанием так думать для меня является то, что в истории действует свобода личности. То есть люди, которые обладают свободой воли, они могут поступить так или иначе. И во многом от этого зависит дальнейшее развитие. Я думаю, что надо готовиться к тому, чтобы взять судьбу Дальнего Востока в свои руки. Будет ли какой-то невероятной трагедией захват Китаем, этой территории, я думаю, что ничего хорошего не будет. Я просто хочу тем людям, которые говорят, ну, нормально, будем учить китайский, все здорово. Ну, просто повнимательнее посмотрите на судьбу уйгуров. Вот это те люди, которые оказались под властью Китая, будучи инородной, цивилизационно-культурно-инородной частью. Вот просто на судьбу уйгуров посмотрите. И перестаньте радоваться тому, что вот Китай, великий Китай нас захватит, и все будет хорошо. Мы будем там жить под Китаем великолепно. Не думаю, что вам будет жить хорошо под Китаем. Как пойдет. Поэтому вот просто приглядитесь к этому району, в котором проживает несколько миллионов уйгуров. И вот та трагедия, которую сейчас испытывает миллион уйгуров, находящихся в концлагерях, приглядитесь к этому. Нездорово, наверное, будет. Мне кажется, что жителям Дальнего Востока есть смысл подумать о том, чтобы взять свою судьбу в свои собственные руки. Спасибо.